Европейский Союз и США ещё не согласовали вопросы, которые будут включены в торговые переговоры. При этом Брюссель выражает обеспокоенность в связи с торговыми практиками Китая. На этой неделе состоится встреча между американским торговым представителем, а также лидерами Японии и ЕС. Они обсудят возможные реформы Всемирной торговой организации, как предполагается изменения коснутся Китая и прозрачности ВТО в целом. «Мы не формируем коалицию против Китая. Мы обеспокоены многими китайскими практиками, поскольку для них нет реальных правил ВТО. И именно это мы хотим исправить. Сейчас мы выясняем, можем ли мы обновить правила ВТО в рамках многонациональной системы и можем ли разработать правила, которые подходят всем участникам». Президент США Дональд Трамп требует заключить новые торговые соглашения с Китаем, ЕС и Японией. Поскольку старые договоры, по его словам, лишают его страну миллионов рабочих мест. Вашингтон уже переписал соглашение в рамках североамериканской зоны свободной торговли на авто со своими соседями Мексикой и Канадой. В октябре американский торговый представитель также сказал, что хочет начать переговоры с Евросоюзом и добиться того, чтобы американская сельскохозяйственная продукция была включена в каждое торговое соглашение. Между тем, еврокомиссар по торговле выразила надежду, что американская сторона на время переговоров не будет выводить пошлины на импорт европейских автомобилей.